Цифровый анализ Как мы знаем, индекс КИ-67 и вообще белок КИ-67 является прогностическим и предиктивным биомаркером в карциномах молочной железы. Он показывает ответ на терапию, он является независимым прогностическим фактором. Однако, согласно рекомендациям Европейского общества по изучению опухолевых биомаркеров, а также других профессиональных, национальных и международных сообществах, данный маркер рассматривается как недостаточно воспроизводимый и к нему относится с некоторой осторожностью. Так что же такое воспроизводимость? Воспроизводимость это способность исследователя получать одни и те же данные на одном и том же материале с одними и теми же методами. И данные материалы и данные методы также возможно получить и у другого исследователя. Ну, на примере, скажем так, двух палочек ТВИКС, когда одни и те же результаты, разные методы. Проблемы воспроизводимости есть и на прианалитическом, и на аналитическом, и на постаналитическом этапе. Однако, на первых двух эта проблема имеет алгоритмы решения. На постаналитическом этапе данная проблема только разрабатывает шаги для того, чтобы использовать различные методы, повышающие воспроизводимость. В частности, один из методов – это цифровой анализ изображений. Что мы имеем в виду по цифровым анализам изображений? Это программное обеспечение, которое позволяет получать данные с отсканированных микропрепаратов. Существуют различные решения. Это и свободное программное обеспечение, это и коммерческие программные продукты. В частности, одно из довольно-таки распространенных и первых программных продуктов – это КУПАС. Статья вышла еще в 2017 году. Далее, коммерческие продукты от различных фирм по типу 3D-GISTEC, LECI, также имеют свои модули для расчета и получения количественных данных, для анализа непрерывных количественных данных. И ряд работ показал сравнение программного обеспечения бесплатного и коммерческого. Также наши работы, опубликованные в 2018-2017 году, показали о том, что, в принципе, коммерческое программное обеспечение и программное обеспечение бесплатное, они аналогичны по своим характеристикам. Показывают сравнимые данные. Что мы имеем в виду, когда говорим провести цифровой анализ изображений в клинической патологоанатомической практике? Мы получаем отсканированную копию микропрепарата и рассчитываем показатели. В частности, мы говорим сейчас о индексе пролиферативной активности КИС-67. Рассчитываем количество позитивных клеток по отношению ко всем опухолевым клеткам. Есть различные методы подсчета. Цифровой анализ изображений позволяет оценить на всем срезе препарата. То есть мы можем получить данные со всего среза, не учитывая ходспоты. Ходспоты рассматриваются маловоспроизводимым методом оценки КИС-67 согласно рекомендации Международной рабочей группы по исследованию данного маркера в карциномах молочной железы. Мы анализируем количество позитивных клеток в аннотации, которую размечаем на всем слайде. Получаем количество этих клеток. В данном слайде показано красным цветом позитивные клетки. Синим цветом это окрашивание гематоксилином опухолевых клеток, которые негативны к данному маркеру. И получаем количественное соотношение. Кроме того, мы можем выработать категории в данном микропрепарате. То есть, например, КУПАС позволяет стандартизировать и получить оценку в опухоли. Количество того маркера, который мы хотим посчитать в строме, иммунных клетках, некрозе и других. На данном слайде показан пример разметки опухоли и стромы, а также артефактов, которых мы можем выбрать под счет. Данные категории можно получить с помощью нейросетевого модуля, который встроен в эту программу. Можно обучить данный модуль на этом слайде. Индекс пролиферативной активности еще с 2011 года пытались инкорпорировать в структуру оценки в карциномах молочной железы для ответа на одевантную химиотерапию и гормонотерапию. В частности, одна из работ 2011 года в журнале Clinical Oncology показала сравнимость между онкотайпом DX и иммуногистохимической четверкой, так называемой, которая стандартно используется в карциномах молочной железы. Другая работа 2020 года продемонстрировала, что данный индекс позволяет выступить дополнительной прогностической категорией в классификации GC 8-го пересмотра и может быть использован на определенной группе пациентов, которая исследовалась в таком клиническом трайле, как TaylorX. Это определенная группа пациентов, которая имела HER2-негативный статус и позитивность по рецепторам эстрогена и прогестерона. То есть это группа, которая, в принципе, могла получить преимущество от гормонотерапии или химиотерапии. Мы выбрали похожую группу под клиникаморфологическим параметром. Мы рассчитали индекс Ки-67 в этой группе, а также провели оценку цифровым методом анализа рецепторов эстрогена и прогестерона. Мы показали соотношение медиан для исследователей. Мы видим, что различие медианы исследователя 1 и исследователя 2 довольно-таки значимо по сравнению с цифровым методом анализа изображений. Кроме того, мы использовали пороговые значения 14-20% индекса пролиферативной активности, которые считаются разграничивающими параметрами между люминальными подтипами капсином молочной железы. Показали разницу для исследователя 1 и исследователя 2 практически в полтора раза для распределения в границе 14%. В 20% также существует разница, но она чуть менее выражена. То есть в группе так называемой серой зоны, которая рассматривается как группа от 0 до 35% окрашенных клеток, то есть касательно биомаркера Ки-67, мы видим низкую воспроизводимость и различия между показателями исследователей. Кроме того, с учетом нового гайдлайна, который вышел в сентябре 2019 года по оценке эстрогенов, прогестеронов в молочной железе, в карциномах молочной железы, была выделена группа низкой экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона. Это от 1 до 10%. Эта группа была выделена так, как исследователи показали, что преимущества эндокринной терапии в данных карциномах, они сомнительны, и данная группа требует дальнейшего изучения. Мы изучили на нашей выборке воспроизводимость показателя, данного показателя в рецепторах эстрогена и прогестерона, и показали, что низкое значение коэффициентов воспроизводимости существует в группе от 1 до 10%. То есть это группа, которая маловоспроизводима между исследователями. Чуть более лучшие показатели были в группе от 11 до 40%, то есть индексы стремятся к единице. Данные были также сверены и с цифровым анализом изображения. Также мы получили недостаточную воспроизводимость между цифровым анализом и патологом до 40%. То есть что мы можем рекомендовать, видя такие значения на визуальном анализе, то есть когда патолог оценивает микроскопически с помощью светового микроскопа или на отсканированном изображении. Во-первых, выделять серую зону. Серую зону мы подразумеваем от 10 до 35%, но можно расширить ее от 0 до 35%. Индекса пролиферативной активности КИ-67, где существует недостаточная воспроизводимость. И данная серая зона наиболее клинически важна в подгруппе раннего рака молочной железы. То есть это Т1, Т2, Н1, А, Н0. Выше серой зоны данное значение более воспроизводимо между патологами. Кроме того, оценка рецепторов эстрогена и прогестерона, также необходимо использовать цифровой метод анализа изображений, если мы получаем данные по визуальному анализу от 1 до 10%. Данная подгруппа не так распространена среди люминальных подтипов, их менее 5% по разным данным. Поэтому мы можем использовать в рутинной клинической практике цифровой анализ изображений. Спасибо большое. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.